Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты Первого Карагандинского канала и Ягуль Норжакен. В начале выпуска коротко о главных событиях. Пенсионер из Караганды, стрелявший из пневматического оружия в школьника, может избежать наказания. Национальный банк Казахстана с 15 июля принял решение об изменении коридора колебания обменного курса до 170-198 тенге за доллар. Пенсионер из Караганды, стрелявший из пневматического оружия в школьника, может избежать наказания. Полицейские утверждают, что не видят здесь никакого состава преступления, потому что предмет, угрожающий жизнь человека, не является огнестрельным. 13-летний Михаил Тимофеев теперь старается не выходить на улицу со своими друзьями. В основном сидит дома и смотрит телевизор. Дело в том, что весной прошлого года во время весёлых игр в прятки в него стреляли из пневматического ружья. Здесь, на втором этаже, в доме на улице Олимпийской, проживает пенсионер, который иногда выходит на балкон и целится не только в людей, но и в животных. От выстрелов Михаила была рана на ноге. «Он спросил ещё раз, куда ты идёшь? Я показал ему вот туда. И он достал что-то такое и стал целиться. Спросил ещё раз, куда ты идёшь? Я испугался и побежал. Он выстрелил, попал мне в ногу». «Вольно было?» «Да». Сразу после случившегося родители Михаила написали заявление в полицию. Однако дело уже неоднократно открывали и снова закрывали. Следователи не видят в этом случае никакого состава преступления, так как пневматическое ружьё ИЖ-38С не является огнестрельным. Получается, что любой человек может воспользоваться им и никакого наказания не будет. «И почему вот это вот оружие ему оставили, и этим не заинтересовалась ни полиция, ни общество по защите прав животных, я не знаю. Такое впечатление, что у нас полиция просто-напросто покрывает, кому их ему угодно. И просто у нас не правовое государство, а государство чисто для избранных. Потому что в течение года мы ничего добиться не можем. Ничего». Сегодня у Михаила появился страх. Он стал замкнутым и неразговорчивым. Раньше мальчик был спокойным и жизнерадостным. А пенсионер, который стрелял в Михаила, свою вину отрицает. И журналистам беседовать отказался. «Первый раз слышу. Вообще такого не было. Понятия не имею, извините». А пока Оксана Тимофеева готовит письмо в Генеральную прокуратуру. Женщина хочет пожаловаться на бездействие карагандинских полицейских, которые отказываются расследовать этот вопиющий факт и наказать пенсионера. Николай Кровец, Исламбек Аспанов, Арман Артаев. Первый. Карагандинский. Национальный банк Казахстана с 15 июля принял решение об изменении коридора колебания обменного курса до 170-198 тенге за доллар. Глава ведомства Кайрат Килимбетов отметил, что такие изменения заложены в новую инвестиционную стратегию управления золотовалютными активами нашей страны. По данным Кайрата Килимбетова, 15 июля обменный курс по отношению к американскому доллару достиг верхней границы. Это послужило поводом для принятия решений по расширению его коридора колебания. Таким образом, новый валютный коридор начал действовать со второй половины сегодняшнего дня. Так, до 2017 года Национальный банк Казахстана планирует перейти к свободному плавающему режиму обменного курса. Напомним, что ранее диапазон колебания тенге составлял 170-188 тенге за доллар. Принимая тот факт, что обменный курс по отношению к доллару практически достиг верхней границы, сегодня на дирже курс рубля, а курс тенге колебался свыше 180 тенге. И в целях дальнейшей реализации более гибкого и плавного курса образования в рамках перехода в среднесрочной перспективе к инфляционному таргетированию Национальный банк принял решение расширить коридор колебания обменного курса с текущего 185 плюс 3 минус 15 до 185 плюс 13 минус 15. Мы считаем, что предыдущий коридор, который вначале был установлен в феврале прошлого года, а потом в сентябре корректировка происходила в сторону укрепления, в целом нам достаточно долгое время прослужил. И мы считаем, что коридор, который новый будет применен при сохранении текущей плавной политики, он прослужит нам также достаточно продолжительное время. Карагандинские спортсмены с ограниченными возможностями готовятся к летним Олимпийским играм, которые пройдут 22 июля в Америке. Нашу страну на Спартакеаде будут представлять 6 человек. Четыре из них спортсмены, двое тренеров. Как атлеты готовятся к предстоящим соревнованиям, узнал наш корреспондент Аймамрина. Нога, полниже, нога, прогнулись, молодцы. Раз. Сегодня в зале детско-юношеской спортивной школы идут горячие тренировки. Спортсмены оттачивают гимнастические приемы. С виду вполне здоровые, они на самом деле страдают различными заболеваниями. Вячеслав Сидоренко занимается гимнастикой уже около двух лет, ему 26. В прошлом году парень участвовал в республиканских соревнованиях, стал чемпионом по лыжным гонкам в своем дивизионе. От поездки в Лос-Анджелес ожидает только победы. Успехи, главное, и медали получить. Посмотреть хоть город, посмотреть, как там классно, красиво. И участвовать, главное, хорошо. Юлия и Мадина занимаются в общественном объединении Special Olympics около трех лет. Девушки не раз ездили на соревнования, занимали разные места. Доказывали, что люди с ограниченными возможностями тоже могут вести полноценную жизнь. Сегодня они тренируются в предпоследний раз. Дальше их ждет Америка. Я хочу добиться победы. Для меня она очень важна. Получить медаль «Моя мечта детства». Эти спортсмены состоят в общественном объединении Special Olympics. Всемирное движение, которое помогает улучшить жизнь людей с ограниченными интеллектуальными возможностями, в нашей области представляет Лидия Туркова. В шахтерской столице организация появилась 25 лет назад. В этом году у них юбилей. Впервые сборная команда Казахстана принимает участие по 15 видам спорт. В состав делегации Казахстана 98 человек. Что касается нашей подготовки, наших атлетов, я думаю, что медали у нас будут. Какого достоинства не могу сказать, но мы надеемся. Мы надеемся, что медали будут и наши труды зря не пропадут. Жизнь без ограничений – таков девиза этих людей. 19 июля они отправятся в Америку, чтобы защитить честь нашей страны. Вернутся спортсмены 6 августа. Поддержим их и пожелаем удачи и победы. Системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий. Надежный. Прочный. Для тех, кто ценит качество. Крючкова мы в обиду не дадим. С таким заявлением сегодня выступили члены заседания Совета по защите прав потребителей. Резонансные споры возникли вокруг уголовного дела в отношении Владимира Крючкова, учредителя товарищества с ограниченной ответственностью Табихат-21. Его обвиняют в причастности к прошлогоднему кукпектинскому наводнению и несвоевременном информировании людей о потопе. Мнения присутствующих сошлись в одном. На бизнесмена наговаривают, чтобы убрать с пути. Все это чья-то экономическая выгода и помогает им в этом прокурор области, отмечают они. Кто там заставляет, скажем, прокурора области настаивать на том, что очевидно, ничем не подтверждается. Ну, это вопрос следствия. Совет по защите прав потребителей сегодня как улиц с пчелами. Все тут и там перешептываются о незаконности и нарушениях следственных мероприятий, касаемых Владимира Крючкова. По словам его адвоката Николая Иоанна Ющенко, правоохранительные органы тянут сроки. Вместо положенных 15 дней или месяца следствие длится 14 месяцев. Напомним, Владимир Крючков является учредителем товарищества с ограниченной ответственностью «Табират-21». В 2006 году он получил в аренду рыбохозяйственный водоем «Плотина Кукпектинская». Но дамба, которую прорвало, на тот момент была собственностью агрофирмы «Шанрак». Хозяином плотины был некий Чкалов. По словам защитника Владимир Крючков, не являясь владельцем дамбы, все же неоднократно обращался в различные надзорные инстанции с просьбой укрепить ее. Так как уже тогда было видно, что сооружение аварийное. Но чиновники к нему не прислушались. А когда вода поднялась и смыла поселок, они решили сделать козлом отпущение самого Крючкова. Все обвинения, выдвинутые против его под защит, но они беспочвенно. И вообще уголовного преследования в отношении Крючкова не должно было быть в природе с самого начала. Уголовное дело длится более одного года. За это время на бизнес Крючкова наложен арест. Две фирмы с общей численностью около 360 работников под угрозой и банкротств. А это значит, что эти люди вместе с семьями останутся без средств к существованию. Арест произведен незаконно, считают заседающие. Трагедия случилась и очень жаль, что были такие последствия. Очень жаль. Но вы все видите, что Крючков абсолютно здесь ни при чем. Должны отвечать те люди, которые допустили вот эту бесхозяйственность. Это работники государственных органов. Все выступающие за невиновность предпринимателя в один голос утверждали о превышении полномочий прокурора области. По словам собравшихся, орган, который должен следить за исполнением сроков, сам их затягивает. А записаться к нему на прием труднее, чем к какему области. Присутствующий представитель прокуратуры на все заявления реагировал монотонно. Никаких пояснений по этому вопросу дать не смог. Делаем блогу, я не могу, но все возражения, которые есть со стороны защиты, они имеют право обратиться к контактам, следует, руководить следственной группой, а также прокуратуру области. Получается, на прокурора области нужно жаловаться в генеральную прокуратуру. А оттуда жалоба возвращается для рассмотрения в областное ведомство и какая-то несуразица. Но для председателя Совета по защите прав предпринимателей серии Котори Гельдина вроде бы ситуация ясна. Мы Крючкову в обиду не дадим. Защитники Владимира Крючкова намерены идти дальше. Если обращения через телевидение не помогут, члены Совета по защите прав предпринимателей намерены писать самому президенту. Айумабрина Айденжакан Арман Нартаев, Первый Карагандинский. 13 июля вступили в законную силу несколько изменений и дополнений в правила дорожного движения Республики Казахстан. Теперь при вождении автомобиля необязательно иметь при себе доверенность на транспортное средство. Главное, чтобы в документе о страховании автомобиля были данные о водителе. Новшества, ранее прописанные в законе о дорожном движении, касаются трех ключевых моментов. Доверенности на управление автомобилем, необходимости проходить технический осмотр и запрета на остановку или стоянку. Напомним, что закон был подписан в конце декабря 2014 года. Вслед за этим началась работа по приведению в соответствие правил дорожного движения. Таким образом, с 13 июля правилами отменяется норма об обязательном наличии у водителя доверенности на управление авто. Также официально отменена необходимость прохождения техосмотра для легковых автомобилей моложе 7 лет. Но это касается только частных машин. Также изменениями в правила дорожного движения отменяется запрет на стоянку или остановку вдоль дороги, вне специально оборудованных для этого места, обозначенных специальным знаком. Насчет, как люди сейчас обсуждают свет фар автомашины, управление транспортным средством обязательно с включенными светами фар. То есть, данный вопрос, исключение данного вопроса не рассматривался в последних изменениях. Малый и средний бизнес в нашей стране развивается планомерно. Все это благодаря пяти институциональным реформам государства. Предприниматели стараются воспользоваться всеми субсидиями и поддержкой. Но вместе с тем есть и некоторые проблемы. Финансирование сельских бизнесменов все же оставляет желать лучшего. Предпринимательский потенциал области с каждым годом растет. В 2014 году фондом Дому было поддержано 490 проектов. Из них реализуются уже около 300. За последний месяц текущего года в Палату предпринимателей обратились около 25 бизнесменов. Все их идеи были одобрены. К тому же условия получения этой самой поддержки стали доступнее. Взять кредит под выгодный процент стало проще. Достаточно лишь заявить о себе и обратиться в Центры поддержки предпринимателей при Дому. А там опытные специалисты сделают все за вас. Вплоть до оформления бизнес-идеи на бумаге. Но такая услуга чревата постоянным контролем за деятельностью предпринимателя. Если вы готовы к тому, что ваши деньги будет считать государство, тогда вам нужно воспользоваться субсидиями и обратиться в Палату. Но наряду с положительной стороной есть и не очень приятное. Все, что там от областного центра за 100 километров уже не имеет какую-то ликвидность. Его в залог не поставишь, его не профинансируют. Фонд поддержки сельских территорий, например. С августа месяца они запустят новую микрокредитную программу. Продолжаем выпуск. Уже год, как работает коммунальное государственное учреждение Курамдых Кельсым аппарата Акима области. Оно является центральным звеном и главным помощником в деятельности Ассамблеи народа Казахстана. 2015 год объявлен годом Ассамблеи народа Казахстана. Уже 20 лет уникальный институт сохраняет мир и согласие в нашем обществе. Для осуществления функций по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана и создано Республиканское государственное учреждение Кокамдык Кельсим при президенте Казахстана. Наш КГУ является фидеалом республиканского арбума, который вберет в вопросы Ассамблеи народа Казахстана, занимается обеспечением деятельности Ассамблеи в целом. По всему Казахстану КГУ создано 16 в каждой области. Несмотря на свою молодость, КГУ Кокамдык Кельсим проявила себя как организация, полноценно функционирующая в нашем социуме. Помимо мероприятий, направленных на поддержание мира и согласия в регионе, регулярно проводятся мониторинги по межнациональным отношениям, работает научно-экспертная группа. Это открытая для общественности организация, тесно взаимодействующая с общественными институтами, культурными центрами, государственными органами Карагандинской области. Новый рейс Караганда «Грозный» презентовали в Караганде. Стоимость билета в один конец составит всего 65 тысяч тенге, а перелет продлится не больше трех часов. Наш корреспондент более подробно. Новый рейс Караганда «Грозный» открыт по инициативе аэропорта Сыра-Арка и Карагандинского областного течена Ингушского национального культурного центра «Войнах». Полеты будут осуществляться на современном комфортабельном авиалайнере «Супер-Джи-100», который позволяет принять на борт 50 пассажиров. Хотелось бы, чтобы это был первый камень, который мы заложили в строительстве долгих отношений с аэропортом. Будем стараться развивать международные направления. Поэтому также хотел бы выразить благодарность представителям культурного центра чеченско-ингушского в Караганде, которые очень долго прилагали усилия для открытия этого рейса. Этот маршрут имеет большое значение для «Войнахов» Карагандинской области, да и всего Казахстана, так как мы испытывали серьёзные затруднения, когда оставал вопрос поездки на историческую родину. Уверен, что с началом авиасообщения многие вопросы снимутся. Первые пассажиры уже ценили все преимущества нового рейса. Во-первых, это удобно. Во-вторых, не так дорого. Теперь люди будут тратить на дорогу меньше времени. Удобно для детей, для стариков. Дорога объездная сейчас на Астану, то, что постоянно приходится выезжать раньше за час, за два, считать время пути, не считая время пути. Экономия материальная тоже получается. Бензин там тратишь, постоянно заливаешь. Что может с машиной случиться, тоже не дай бог там бывает такое. В общем, очень удобный рейс, очень удобный. Спасибо кому-то, кто открыл этот рейс. Нам хорошо. Мы часто летаем. То через Москву, то через Астану. Нам сейчас местный рейс есть. Мы будем летать. Нам приятно. В столицу Чеченской республики можно будет летать один раз в неделю по вторникам. Планируется, что сотрудничество с авиакомпанией «Авиаста Киезет» продолжится. И скоро будут открыты новые рейсы. Николай Кривец, Ажаз Габасов, Арман Артаев. Первый Карагандинский. Карагандинские автовладельцы и водители большегрузов мешают ремонту дорог в городе и составляют угрозу для дорожных рабочих. Об этом депутатам городского маслехата сообщили подрядчики, которые выполняют средний и ямочный ремонт дорожного полотна. Народные избранники несколько дней подряд наблюдают за процессом в областном центре. Все подробности у нашего корреспондента. Больше 2,5 миллиарда бюджетных тенге потратят в этом году на ремонт дорог. Конкурсные процедуры уже давно завершены и вовсю идут работы. Средний ремонт затронет 18 городских улиц общей протяженностью 34 километра, в том числе 9 магистральных, 3 внутриквартальных и 6 улиц частного сектора. Алалыкино. Единственная дорога в центре города, которая попала в список ремонтируемых. С постамента Жакиб Агбаев взирает на изменения, происходящие на улице. Депутаты тоже осмотрелись и у них сразу возникли вопросы к подрядчику компании «Караганда Желкурлыс». Директор предприятия Жанабек Кинжатаев сообщил, что на Алалыкино внедряется пилотный проект, который подразумевает комплексный подход. Сюда входит и освещение, и новое покрытие улицы, и тротуарная плитка, и ливневка, и озеленение. Кстати, по плитке у депутатов сразу возник вопрос, зачем ее менять, если она в прекрасном состоянии. Депутатам сообщили, что снятую плитку по акту сдали в парковое хозяйство. Мы потом мне дадим запрос по парку. Депутатов также интересовало, почему решили провести средний ремонт дороги на Алалыкино, если там вполне сошел бы ямочный ремонт. Этот и другие вопросы будут выноситься на обсуждение постоянных комиссий городского маслехата, куда пригласят чиновников и подрядчиков. Проверялась также работа и по ямочному ремонту на привокзальной улице. Одно из замечаний сразу. Большое количество мусора в карманах автостоянок вокзала. И вновь вопросы к подрядчику по дорогам. Швы не заделаны, водители едут как по стиральной доске. При дожде и перепаде температур асфальт может лопнуть и раскрошиться. Во-первых, мы провели ямочный ремонт речь, всех непосредственно. Во-вторых, там, где ямочный ремонт провели, они без фрезы. То есть вообще это прах называется. Не без проливки, да, и без фрезерования, как положено. Поэтому частично только фрезерования принялись. Следующий объект – 15-я магистраль. Она соединяет город Шахтеров с городом Металлургов. По плану здесь надо заменить 155 тысяч квадратных метров асфальтного покрытия. По договору работы должны завершиться в октябре. Но уже на сегодня выполнено 80% запланированного. И трасса откроется для нормального проезда в конце июля. Подрядчик ПК «Аградор» дает гарантию на два года. Между тем, существует ряд проблем, которые мешают нормальному проведению ремонта. Если мы сейчас проедем дальше, то они игнорируют все знаки, залетают на свеже асфальт и едут уже на по ровной дороге до конца. Автомобилисты сплошь и рядом нарушают правила. Несмотря на запрещающие знаки, ездят по свежему асфальту, убирают блоки ограждения. Машины идут на пролом. И объяснить что-то водителям в силах только автоинспекторы. А их как раз очень трудно отвлечь от основной работы. Это тоже взяли на заметку депутаты. Кроме того, очень часто нетерпеливые водители даже лезут в драку и провоцируют дорожных специалистов, которые мешают проезду своими работами. Но, несмотря на все это, прогресс в дорожном вопросе караганты все же есть, отметили народные избранники. Нет предела совершенства. Вот все надо смотреть в сравнение. Вот в сравнении с тем, что у нас, например, годы развала, как ремонтировался, и сейчас прогресс очевиден. Но это тоже благодаря труду людей. Это работали заказчики над этим процессом, работал технодзор, работали мы депутаты, акиматы работали. Качество дорог, контроль за качеством дорог, кажется, это уже из года в год вопрос, который очень даже принципиально и без оглядок ни на что обсуждается во всех слоях общества. Прогресс-то есть. Работают новые асфальтоукладчики, катки. Они оснащены лазерными устройствами. Однако проблема с ливневками как была, так и остается. Улица Пичугина. Лет шесть здесь велся только ямочный ремонт, а для среднего ремонта не выделили средств на ливневку. А то от воды будет только со ската нового полотна дороги. Чтобы реанимировать старую ливневку, тоже нужны средства. Да и не факт, что она заработает. Андрей Андреюк, заместитель директора РСУ по ремонту дорог, считает, что ливневка необходима, так же, как и решение проблемы с охраной отремонтированного полотна. За ночь кто-то убирает бетонные блоки, перегораживающую дорогу, и гоняет по неустоявшемуся асфальту. Это тоже берут на заметку депутаты. Правда, возникает вопрос, почему до сих пор подрядчик не внес предложений о восстановлении ливневки. Эта улица – своеобразное лицо Караганды. Она оставляет первое впечатление для всех приезжающих. Перекресток Муканово и проспекты Республики. Благоустраивается сквер подрядной организации ТО «Рич». Работы начались в прошлом году и сегодня заканчивается вторая очередь. Средний ремонт оживленной трассы проводит ТО «Улар-МК». Эта организация, к слову, своими силами отремонтировала дорогу на аэропорт, размытую паводком. Ремонт дорог необходим, ведь их состояние сказывается на безопасности дорожного движения. На безопасности пешеходов, на сохранности подвижного состава автопарков, а также и легкового автотранспорта карагандинцев. А вот обоснованность и качество ремонта волнуют депутатов городского Маслихата. Сергей Высокосов, Улужас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго, Мансаоболмстар. Редактор субтитров А.Семкин